Музея Фаберже Искусство двух известнейших художников 20 века Фриды Кало и Диего Ривьеры И это центральный выставочный зал Манеж И это, насколько я понимаю, первое путешествие столь масштабное Фриды в Москве и остановка Диего вообще в России Первая настолько масштабная Да, это правда Мы когда думаем о том, какие выставки делать Мы стараемся придумать что-то такое, чего еще не видел зритель И просто для Москвы, мне кажется, что это будет интереснейшим открытием Наверное, самая знаменитая художественная пара в мире За, наверное, последние 100 лет Такого успеха ни одна супружеская пара еще не имела Скажите, пожалуйста, вот два года назад была выставка Фриды И, насколько я понимаю, вы сами не ожидали, что будет такой сумасшедший ажиотаж По-другому не скажешь Вот если бы не та выставка, вы не решились бы на эту? Вы знаете, я сам был поражен результатами этой выставки Когда у нас появилась возможность сделать выставку Фриды Кэллы Я, признаюсь, очень долго думал, делать ее или не делать Я не мог понять, насколько она известна в России Насколько зрители ее знают И вообще будет ли какой-то интерес И сочувствует, вот еще, мне кажется, очень важно Ну, я даже о сочувствии не думал Я просто думал о узнавании Потому что мы стараемся делать все-таки более-менее популярное, интересное Не просто популярное, а выставки, которые вызывают интерес у зрителя И я, когда опускался в это путешествие, я долго колебался Я совершенно не знал того, что случится А случилась, в моем понимании, совершенно небывалая вещь За три месяца выставку посетило около 300 тысяч человек Может, если я посетил, 300 тысяч человек А ведь объемы не эрмитажные у вас Ну, у нас объемы вообще минимальные И эта выставка сопровождалась многочасовыми очередями Которые были в зимнем, на зимних улицах Петербурга А больше всего нас поразил возрастной состав посетителей 45% это были молодые женщины в возрасте до 30 лет Я же говорил о сочувствии Я не думаю, что есть еще одна выставка Или была когда-либо такая выставка в нашей стране Ну, я имею в виду художественную выставку На которую 45% посетителей это были молодые женщины Безусловно, мы должны переключиться уже на Москву Это серьезный челлендж, потому что в Москве Одна из основных проблем Это куда пойти и что выбрать Понимаете, это касается и музыкальной жизни, и театральной Выставочная тоже очень и очень плотная И здесь повторю Единственное, что это безусловно привлекает То, что абсолютные премьеры этих двух фантастических имен Когда выставка открывается, сколько будет длиться Как вы все это просчитывали? Ну, мы боролись за место под солнцем За большой манеж Потому что мне хотелось знаковое и большое место Которое позволит посетить максимального количества зрителей Боролись мы за то, чтобы нас не прерывали Потому что вы знаете, что в манеже происходят всякие государственные события Это было тоже очень легко Спасибо нашему мэру Я имею в виду господину Собянину И господину Кибовскому Которые являются нашими партнерами в этой выставке Они очень нам помогли добиться трех месяцев выставки Но в манеже еще за всю историю манежа Не было ни одной выставки Которая длилась бы три месяца подряд Выставка открылась 21 декабря До этого было торжественное открытие 20 декабря Но и мы очень надеемся на то, что наша надежда оправдается Она вызовет огромный интерес, потому что в Москве огромное количество молодежи Той молодежи, которую мы ждем на этой выставке Посмотрим? Ну, как любое полотно требует провинанса Истории, у кого хранилось и так далее Так и взаимоотношения художников Теснейшим образом связаны для публики с тем, что изображено на полотнах И здесь ярчайший случай, когда личности просто выплескиваются вместе с красками Вы знаете, чем интересна эта выставка? Ну, не так часто проводят выставки семейных пар вообще в мире Это уникальная возможность Особенно интересно это тем, что это два художника Ну, диаметрально противоположных по восприятию жизни По характеру Фрида – абсолютный интроверт Абсолютнейший интроверт Из 140 картин, которые она написала 60 картин – это автопортреты А все остальные картины – это картины, связанные с ее личными переживаниями Диего – абсолютный экстраверт Мы это знаем Это огромные полотна Это, ну, все, что он видит в жизни И поэтому вот это сочетание интроверта и экстраверта Мне кажется, безумно интересно Потому что ты видишь, как бы совершеннейших два мира Ну, и интересно, в истории их любви Мы впервые в мире покажем на выставке коллекцию любовных писем Фрида и Диего Их же собирали Одна наша друг, я могу сказать, коллекционер автографа Анн-Марис Прингер Это известнейший коллекционер именно автографа Она недавно купила на аукционе вот эту любовную переписку между Фридой и Диего И вот мы ее, по сути, публично показываем впервые Мне кажется, что это будет очень интересно А как менялось отношение к этой паре в Советском Союзе, вот если проследить? Знаете, интересный вопрос очень Диего был обласком и любим нашим правительством Ну, скажем так, Россией, Советской Россией Он дважды посещал Москву в 27-м, если я не ошибаюсь, в 55-м году В 27-м году он участвовал в праздновании десятилетия советского государства Он написал ряд картин, которые он, ну, посвященных русским Он подарил огромное полотно, называется «Святая победа», которое хранилось в музее, в Пушкинском музее Мы будем показывать В Пушкинском музее изобразительской искусства Да, совершенно верно А Фрида, она не была любимым художником, скажем, в нашей официальной школе Ну, дилетантка, да Да, но потому что Диего, он все-таки, это выдающийся человек, который, вернее, мастер Который остается, ну, одним из виднейших художников 20-го века Фрида, это художник вне времени Она была, есть, будет Такого повторения, наверное, не будет Если Диего, это человек, близкий к социализму А Фрида, это художник, который, наоборот, считался у нас официально совершенно Ну, вот такая больница Генри Форда И вот как раз к вопросу о личности, да Только что был сделан аборт И, ну, тут о чем говорить Вы знаете, эта картина, она даже сегодня, ну, и сегодня считается довольно смелой Потому что мало кто из художников обращался в своих произведениях к потере ребенка Тогда это вообще была революционная вещь абсолютно И, ну, она и сегодня потрясает, удивляет зрителей Она очень жесткая, очень, очень трагичная Да Джорджона бы увидел, ужаснулся после своей Людифи и то бы сказал Я сам, когда первый раз увидел, я сам ужаснулся Потому что вот так выносить на СУС зрителей Вот такие вот личные трагедии Ну, знаете, правда Я хочу спросить вообще о феномене вашего музея За пять лет какой-то фантастический взлет популярности Что-то немыслимое Я такого не припомню Зато я очень хорошо помню, в каком виде был при советской власти И уже вот даже когда город переименовали из Ленинграда в Санкт-Петербург Шуваловский дворец Я помню, что там протекало все Честно говоря, тогда было страшновато заходить Как вы решились сделать там музей? Понятное место, конечно, изумительное Фонтанка напротив дома Ахматовой Ну, понятно, дом в прямом смысле Но вот все-таки страшноватое было здание Ну, было не страшноватое, было просто страшное Когда кто-то зашел, ну, честно говоря, не было никакого желания что-либо там делать Но вы совершенно правы Местоположение этого дома История этого дома Ну, мне показалось, что это именно вот то место Ну, где должен быть музей И сейчас, когда вы увидите результаты Наверное, мы все понимаем, что мы не ошиблись И мы сделали абсолютно правильно Мы сами не понимаем, почему так происходит Мы стараемся, может быть, потому что мы частный музей Поэтому мы очень быстро принимаем решения Мы очень мобильные, мы очень быстры У вас в качестве... Я очень люблю это сочетание Вот более, мне кажется, такого сухого нет Единиц хранения Есть личные вещи царской семьи Да, очень много Личные вещи Николая И 15 пасхальных яиц Фаберже Правильно? 15? 9... Ну, вообще 15 яиц, да 9 императорских и 6 принадлежащих А где-то по миру бродит еще 16-е Которое могло бы добавить... Интерес есть к нему? Нет, ну, по миру, да Есть одно яйцо, которое предлагается сейчас к продаже А мы думаем Ну, мне кажется, цена... Торопиться не надо, да? Да, цена несколько неадекватная За него хотят 45 миллионов долларов Но пока мы размышляем об этой возможности Ну, конечно, это было бы здорово и интересно Ну, вот интересно и то Если принимать во внимание Что таких вещей никогда Просто никогда уже не появится Как бы кто ни старался Тот самый провинанс уже не позволит Здесь уже история играет, да? И обстоятельства, при которых люди умирали За месяц даря такие вещи Уровень этих людей, уровень этих вещей То есть это то вложение, которое, ну, сейчас уже невозможно переоценить Ну, учитывая то, что для меня эта работа не является профессиональной работой А, ну, для меня это хобби Вот все, что я руковожу и фондом, и музеем А для меня даже, может быть, более важен другой аспект О котором я очень люблю говорить У нас в хранении, как вы сказали, 4000 предметов Самых разных И обратите внимание на этот факт Который меня самого просто иногда поражает Не иногда, вернее, а всегда Все 4000 предметов были куплены за пределами России Это чудовищно Это на самом деле чудовищно Чем я горжусь реально Это тем, что мы вернули в Россию Огромный пласт русского искусства Как бы кто ни относился к прикладному Разбросанного, да? Мы покупали эти предметы в Японии В Китае, в Южной Америке, в Австралии, в Новой Зеландии Вы не поверите Не говоря уже о Европе и о Северной Америке Возвращаясь, Владимир Сергеевич, возвращаясь к выставке Здесь работы из Мексики, я так понимаю Откуда еще? Из Мексики, из Европы Дал свои работы Хуан Ривьера Это внук Внук Ривьера Он же написал замечательную статью В наш каталог Свою работу замечательную Дала доктор Хельга Прингиспода Это единственный автор Единственного каталога Изоне Фриды Кала Прекрасную работу Их жизнь, на самом деле В то время Это было совершенно Для социума Для общества Они нарушали абсолютно все каноны В 1938 году они развелись Потому что Фрида узнала о том Что он соблазнил ее Младшую сестру Которую она безумно любила В 1939 году они опять поженились При условии, что этот брак будет свободен Будет свободными Они абсолютно независимы В выборе своих любовников Но вы понимаете В 1939 году это не было совсем Таким привычным образом жизни Для общества Неважно какого Мексиканского Или российского Или европейского Это был какой-то ход вперед Они жили в 21 веке Скорее всего так Но все это было бы не так интересно Если бы еще раз говорю Не их работы Не их живопись Не то, что вот сейчас У наших зрителей Будет возможность увидеть В Манеже, Москве В течение трех месяцев Спасибо вам еще раз Спасибо огромное Владимир Воронченко Директор музея Фаберже Сегодня в главной роли Мы говорили о фантастической выставке Фриде Кало И Диего Ривера В Манеже Низкий поклон Обязательно увидимся Редактор субтитров А.Семкин